приветствую вас дорогие мои друзья и только что может быть кто-то зайдет впервые на мой канал всех приветствую вы уже тоже друзья и что вообще где я вот с работы видите рабочие штаны хотел сказать убежал из дома многие уже в курсе ребенок родился так я вот убежал из дома видите после работы не иду домой в парк иду валяюсь в тени бездельник на самом деле я сейчас отвез машину в сервис тут недалеко не буду говорить какая разница уже где-то во франкфурте находится отдал машину в сервис чтобы стекла затемнели потому что у меня машина новая и там не затемнены стекла сейчас летний период начинается и двое детей и вообще я люблю когда сзади все темненькое отдал сейчас машину и ждать где-то час сказали вот я решил нашел местечко здесь спокойненько просто поваляться и давненько не было таких просто разговорных видеороликов устраивайтесь поудобней сейчас буду рассказывать обо всем по порядку значит сейчас третья неделя идет моему сынку у меня родился сын все вы меня но многие поздравляли кто не написал я уверен что у меня тоже поздравляли огромное вам спасибо еще раз у сына все хорошо обязательно конечно же я его буду снимать но всему свое время он сейчас должен привыкнуть к этому миру я считаю что это слишком рано ну это решение каждого личное решение каждого все у него хорошо не моя жена сидит с ним дома занимается с моей дочкой тоже собачкой и теперь конечно старал посложнее потому что я тут около реки лежу и гоняют водные мотоциклы лодки всякие ну и короче дома все хорошо ребята сыночкам все хорошо я сейчас потихонечку буду выходить что нехорошо это то что вот вся ситуация конечно она касается в принципе почти что уже каждого человека на этой планете да сейчас моя они немножечко потруднее потому что чем на самом деле было бы потому что дочка которая точнее у меня одна . во всяком случае а то я знаю школы закрыты и он там идут на заднем фоне три мушкетера на самом деле почему вообще называется три мушкетера на самом деле было четверо наверное четвертый был не мушкетер вот это я не знаю ну и на самом деле вот они сейчас трудно потому что школа закрыта и приходится вот это еще домашнее обучение школьное то есть обслуживать как бы еще и второго ребенка который на самом деле был был полдня в школе и потом был бы на продленке вот что у нас с этим и сейчас я еще вышел на работу я помогал дома я тоже как бы был на карантине и сейчас меня нету да вот так вот все уже видели я с дашей занимался пока был на карантине не было конечно же по попроще вот так вот ну начнем немножечко в общей ситуации вообще что меня вот тоже бесит родился сын у меня да не мне с моими родителями не увидится им не посмотреть не зайти не потискать как бы внука своего представляете такая ситуация дурно почти как был даже хуже войны да даже войну можно было как-то вот телесный человек когда рядом можно там руку пожать это на самом деле очень важно для психики для химии между людьми вот так вот и сейчас вот такая вот ситуация идиотская да ну мы видимся конечно многие в курсе у меня с родителями дача в принципе общая как бы на у нас там даже между нами забора нету и вот на расстоянии полутора-двух метров мы общаемся они вот так вот смотрят да подойти нельзя ситуация очень дурная потому что это как будто знаете вы голодный вам показывают там гамбургер кто что любит и вот так вот на подносики потом забирают это это меня очень бесит так вообще у меня к счастью тфу 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 работа такая что я независим от этой от этого кризиса в этом плане все нормально ну жить мы сейчас будем на одну зарплату на мою они будут сидеть дома я вообще хочу чтобы она три года сидела дома она конечно же не хочет побыстрее на работу хочет выйти но на одну зарплату конечно не разгуляться но я считаю что лучше как можно дольше подождать ребенком чтобы не отдавать его в ясли потому что они как ни крути начнут болеть то есть он начну все дети болеют да и будешь потом разрываться между работой и воспитанием ребенка и так далее это если есть возможность то женщина должна сидеть дома иногда это делают конечно мужчины извините шмыгую аллергия у меня но сейчас начал принимать препараты новые которые мне прописали в прошлом году и я вообще забыл про них нашел очень хороший спрей не сосуды расширяющий вообще зависим был от этого немножечко с кортизоном в общем мне хорошо помогает ну вот это то что насчет ситуации с семьей вот это меня конкретно бесит но то что происходит сейчас в мире это я не знаю это полный цирк ребята поначалу навели такой шухер с этими например ну вот я говорю от лица жителя германии да значит еще каких-то 45 недель они назад говорили нет никакие маски эти ваши тряпичные они ничего не помогут и это все ерунда а теперь сколько прошло 45 недель 45 недель прошло и сейчас они говорят вот сейчас ввели полностью обязалов куда еще со штрафами вот сегодня первый день в германии что нельзя посещать магазины ездить на транспорте без масок до штрафа мне кажется в нашей земле самые низкие то 50 евро и в поваре или где я не знаю там чуть ли до 5000 евро не доходит до штрафа если там люди не соблюдают вот это правило карантина и вот сейчас люди проходят пацан туда-сюда пацан это девочка не знаю живу все-таки поражаюсь каждый раз как и камеры притягивают людей потом сейчас значит сказали ладно хватит дома сидеть старшие классы значит школах те которые заканчивают школу должны идти в школу сдавать экзамены сегодня уже был первый случай что из этих старших классов какая-то школа в германии выяснилось заболевание в семье и всю школу естественно закрыли потому что есть опасность да ну это же смысла в этом нет объясните мне где логика да на прошлой неделе еще хлеще было сказали что значит изначальных школ все сидят дома только 4 4 классники должны идти в школу потому что в германии такая система начальная школа не знаю как где после четырех классов дети проходят как бы последние экзамены там ну контрольные работы там и по оценкам четвертого класса решается куда они потом пойдут там гимназию или там в общеобразовательную вы поняли меня да но они решили что это настолько важно что вот да вот они значит говорят вот зачем вообще водится этот карантина чтобы как бы защищать человеческую жизнь а определенные классы определенные значит класс они посылают на учебу то есть получается так что четырехклассники да и ученики последних классов школ они стабильны да и жизнь не так важна или что значит вот эта дискуссия была и нашелся кто-то что кто-то обратился в суд и из четырехклассников и суд решил что это дискриминация других классов и вы представляете четырехклассникам не пришлось идти в школу то есть какое-то быстро было заседание и теперь ходят вот только десятиклассники там не знаю девятиклассники или 12 классов кто в гимназии те кто пишут экзамен да то есть получается что экзамены важнее чем человеческая жизнь да это тоже нужно еще серьезно воспринимать что тут трава какая-то пополам землей если шпаргалку тут сделал небольшую да значит говорят что у нас инкубационный период где-то две недели до у наших нашего сейчас вот этого нового вируса и сейчас вот сегодняшнего дня у нас как бы пошли послабление карантина открываются все больше магазинов парикмахерские вот-вот должны открыться школа частично началась ну народ тусуется значит сейчас начинают тусоваться так сказать через две недели будет видно или значит вот это все заражение негативный результат какой даст это результат да ну и сейчас многие боятся что будет вторая волна вспышка потому что послабление слишком ранние и тогда если будет видно что действительно плохо то тогда все по закрывается я почему рассказываю мне из них из многих стран спрашивали тоже подписчики как у вас там с карантином и что а вы также напишите в коре в комментариях что у вас карантином и что до маски значит кто подписан на меня в инстаграме и на канале они видели что я маски сам шел они мне пригодились потому что нельзя реально пойти в магазин хоть мы сейчас товар заказываем продукты через определенный магазин нам привозят их домой есть такой сервис германии не из-за того что не из-за этой ситуации а вообще это экономия два-три часа мне времени то что я закупаюсь потом таскать не надо это наверх спина не трещит лишний раз ну и так далее в магазин короче вы просто так не пойдете да возьмутся какие-то штрафы и общественный транспорт тоже но я думаю что это у всех более-менее сейчас одинаково ну и сейчас каждый день практически будут всякие заседания сейчас о футболе судьба футбола немецкой бундеслиги решается что будет дальше значит игр будут без зрителей так называемые гайстершпиля игры не знаю как перевести на русский привиденческие игры но без людей и вот сейчас они решают может быть уже даже решили будут эти игры потранслировать по телевизору не будет потому что они сказали что если это еще будет так пару месяцев продолжаться то все-таки футбол это тоже индустрия коммерческая и что у них будут дела очень плохие они будут банкротом так вот 4 стороны по-прежнему закрыты это может быть сказали откроют в конце мая но эта теория одна если будет там 2 3 волна то естественно ничего не откроют в конце мая до последние 10 лет мы практически всегда ездили в отпуск и это вот ну да с тех пор вот как родилась моя дочка там годик мы не ездили по моему а потом или два потом уже начали опять ездить путешествую ну как большинство людей один отпуск минимум хотя бы летом там куда-то и в этом году в связи с рождением моего сына мы ничего не бронировали да и вот случайно нам повезло потому что многие люди действительно бронируют заранее мы тоже бронируем заранее и они попали на деньги потому что еще неизвестно обанкротятся эти компании туристические не обанкротятся многие просто не получат своих денег назад вот так вот мы к счастью ничего не бронировали ну а вообще мое личное мнение что все это конечно же искусственно раздуто все это подстроено потому что если подумать вначале были вот эти экономические войны на фундаменте автоиндустрии как вот германию вытесняли американцы до находили там якобы какие-то несоответствия выхлопных нормах и так далее так далее но это же смешно потом было вот это заварушка с хуавей я думаю что это просто какие-то разборки вот этих государств между собой ну ладно не буду я надолго все это затягивать потому что уже ролик получился длинный довольно таки ребята сейчас отсчитываю денежку стоит 220 евро затемнить мне окошечки в машинке иду забирать свою машинку потихоньку те кто подписан на инстаграм в описании ролика всегда ссылочки есть на инстаграм на мой они видят чуть чуть больше чем на ю тубе и туда я фоточки выкладываю почаще машинку я вам обязательно покажу естественно наверное сначала на инстаграме как будет выглядеть расскажу что почем что чего сделаю ролик конечно же рано или поздно так что милости просим подписывайтесь на инстаграм если у вас есть желание ну а самое главное это не лайки комментарии конечно общение очень важная вещь и не дизлайки самое главное ребята чтобы все были здоровы не только в связи с этой ситуации а вообще здоровье это самое главное здоровье это самое главное не только для каждого из вас и здоровье это самое главное для семьи если не будет здоровья то и нужны вы никому не будете ребята и так лучше потому что кому нужен больной человек да это абуза только для всех и так далее может я ерунду для кого-то говорю но это самое самое главное поэтому уже тьфу тьфу скоро год как я веду не и не вот так вот во всяком случае не так как раньше изредка бывает конечно но не систематически как это было раньше к сожалению я пришел к этому только к 40 годам но лучше поздно чем никогда как говорится ну это уже совсем другая история ладно ребята всего вам хорошего до новых встреч и как я уже сказал не болейте пока а